Здравствуйте! Как образовательное учреждение города готовится к Дню Победы и что знает молодежь о войне? Об этом говорим и у нашей студии заместитель начальника управления по воспитательной работе и дополнительному образованию департамента образования Самары Марина Бажанова, директор школы кадет номер 95 Оксана Бурмистрова и учащаяся этой школы Анастасия Фазлядинова. Здравствуйте! Здравствуйте! Как у вас предпраздничное настроение и вообще как проходит подготовка к этому Дню Победы? Мы знаем, что традиционно она проводится во всех образовательных учреждениях. Интересно, вот эти традиции существуют и что-то в них меняется со временем? Или это вот такая классическая традиционная схема? Вы знаете, в соответствии с федеральной программой патриотического воспитания, конечно, в городском округе ведется большая работа по патриотическому воспитанию. И, конечно, в преддверии 9 мая множество мероприятий, которые направлены именно на воспитание патриотизма. Сверстник не только 9 мая, а предварительно еще работа проводится. Да, задолго до 9 мая в школах начинаются встречи с ветеранами, уроки мужества, литературно-музыкальные гостиные, конкурсы стихов и различные другие мероприятия. Проводятся акции «Ветеран живет рядом», «Георгиевская ленточка», когда вот ребята выходят и на улицы раздают около своих школ и жителям города, и своим сверстникам «Георгиевские ленточки». Часто в этом волонтеры принимают участие, но это, скорее всего, по вашей линии, так скажем, да, вот кто раздает? Да, волонтеры именно и принимают тоже в этом. Да, конечно же, без волонтеров не обходится. И вообще в каждой школе у нас есть и волонтерский отряд, либо волонтерский отряд, либо военно-патриотический отряд. Ребята с удовольствием принимают в этом участие, и жители их поддерживают, и с гордостью на них как бы смотрят. И, конечно, это вот такое вот чувство гордости за эту «Георгиевскую ленточку». И чувство единения. Вот видишь, когда человека с ленточкой, и чувствуешь сопричастность и к празднику, к этому великому дню, и вообще такое вот единение происходит. Оксана Викторовна, расскажите, ваша школа – это школа кадет. Вы, наверное, по-особенному готовитесь к этому дню, потому что у вас такое направление. Ну, конечно, патриотическое воспитание – это одна из основных составляющих нашей работы, всего нашего коллектива. И, как правильно сказала Марина Анатольевна, она не ограничивается только предверием 9 мая. У нас очень давно вошло в традицию проведение общешкольных линеек на День воинской славы. И, конечно же, очень много этих дней связано именно с историей Великой Отечественной войны. И год от года, прослушивая информацию, как бы подготавливая сценарии этого мероприятия, участвуя непосредственно в представлении этого материала, ребята как-то по-новому, по-иному осмысливают определенную информацию о Великой Отечественной войне. Да, главное – знание. Потому что, вот, к сожалению, сталкиваемся мы и с тем, что маленькие дети и дети, которые повзросли, уже теряют вот эти знания. Раньше вот они были вот активнее как-то вот внедрялись. Вы знаете, мы стараемся для каждого возраста проводить какой-то вот цикл этих мероприятий, чтобы ребята просто знали о том, что была такая война, о том, что еще, к счастью, ветераны есть, которые живы. И, конечно, с удовольствием их в школы приглашают, проводят уроки. То есть уроки мужества с ветеранами – это продолжает, конечно. Традиционная форма, она осталась. Единственное, что, наверное, сейчас ребята по-другому это воспринимают, как далекую-далекую историю уже. Вот Оксана Викторовна, наверное, сейчас расскажет. Ну, главное, чтобы вы знали. Вот еще раз хочу, пока Оксана Викторовна, до того, как расскажет, хочу Настю спросить, Анастасия, почему вы выбрали эту школу «Кадет»? Вот такой выбор для девочки. Учиться в кадетской школе – это очень достойно, я считаю. Но то, что девочка, это не значит, что ты не хочешь отдать честь тем людям, которые защищали твою страну и благодаря которым ты живешь в этой стране. И огромная честь, когда ты проходишь на параде 9 мая или 7 ноября, то есть ты проходишь по этой площади и просто отдаешь честь и выражаешь глубокую благодарность ветеранам. И чувства, наверное, переполняют. Это не просто пройти. Мы в обыденной жизни ходим по площади, путешеходим, а там что-то особенное. А какая специфика вашего обучения вообще в школе «Кадет»? Чему вас учат? Кроме того, что мы получаем знания в общеобразовательной школе. В нашей школе, как и в обычной школе, проходят обычные уроки, но еще дополнительно проходят основы безопасности жизнедеятельности, где также у нас учат разбирать автоматы, нас учат каким-то специальным военным действием. Такая подготовка. Мы занимаемся влацпарадом в нашей школе, мы ездим на военные соревнования, связанные с этим. Значит, физическая подготовка, да? Конечно, да. Что я слышу, это дополнительные, наверное, не просто уроки физкультуры, как обычно, дополнительные. Да, это дополнительные. Но также и уроки, которые проводятся теоретически, то есть не только практические, но и теоретически даются какие-то специальные знания. Да, а я вспомнила про бальные танцы. Почему-то у меня «Кадет», ассоциация, сразу бальные танцы. Вы знаете, недавно прошел у нас городской кадетский бал, и ребята 95-й школы тоже принимали там честь, но у них также и в своем образовательном учреждении бывают балы. Анастасия, вы танцевали на балу? Ну, на городском я не выступала, но в школе у нас каждый год проводятся балы, и, конечно, это очень тоже достойно там танцевать, какие-то традиции сохранять. Да, ну, таксана Викторовна, мы прервали. Вот что еще можно сказать? Как строится вот эта воспитательная такая программа, какие формы, методики? Мы сказали уже, что меняются и дети, и поколения, и время. Вот что меняется еще? Конечно, очень важным наш коллектив считает, чтобы информация в том числе о войне исходила не только от взрослых людей, от учителей, от ветеранов, которых, к сожалению, все меньше и меньше становится, но еще и от старшеклассников, которые, конечно, не в большом объеме, но насколько они это могут сделать под руководством учителей, а приходят с определенными сообщениями к ребятам младших классов. Поскольку у нас работает система заместителей командиров заводов, то есть это старшие ребята командуют над более младшими, начиная с первого класса и до седьмого, то вот такое взаимодействие, во-первых, старшие личным примером показывают, что это не, скажем так, не мертвая информация, которая где-то лежит. Да, 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 здесь такая цепочка, звенья, да, не просто вот маленький человек и взрослый преподаватель, а здесь вот уже целая цепочка из разных поколений. А когда это идет от одношкольников, скажем так, оно, может быть, и воспринимается слегка по-другому. Потом мы стараемся придумывать такие формы, которые были бы интересны, потому что, правильно Марина Анатольевна сказала, что вот уроки мужества, да, старшие дети воспринимают это как разговор, общение с мудрым человеком, и то иногда не до конца понимая. Да, для малышей главное усидеть, да, вот показатель того, что интересно и важно и нужно. Если дети вот смогут высидеть, да, вот этот вот промежуток времени и будут заинтересованы, вот это самый главный показатель эффективности. А малышей мы стараемся заинтересовать через какие-то интерактивные формы работы. Например, если конкурсы рисунков, конкурсы авторских стихов, конкурсы исполнительских стихов, то есть ребята очень проникновенно читают стихотворения о войне и, наверное, пропуская их через себя, они, ну, соприкасаются с историей своей страны. А сами не сочиняют? Сочиняют. Сочиняют. А как можно сочинять стихи о войне, если ты не был ни участником, ни вот, очень далек, кажется, от этой схемы. В этом, наверное, помогает семья. Все-таки, если ребенок приходит с заданием и говорит, вот, у нас будет конкурс, надо выполнить, родители подключаются, рассказывают, может быть, это были прадеды, может быть, соседи, еще какие-то известные люди, и только вот здесь вот этот малыш может узнать что-то такого о войне, чтобы сочинить стихотворение. И, кстати, я хотела сказать по поводу форм работы. Лет пять назад у нас в городском округе Самара была разработана такая форма в преддверии 9 мая вальс Победы. Во всех районах одновременно начинался вальс, это вот про балы говорят, да? Да, да, да. И на Настю смотрю, думаю, может быть, она хотя бы в этом участвовала. И в каждом районе одномоментно, в одно определенное время, это обычно у нас было в парках, начинался, ну, этот вальс Победы. Здесь ребята показывали и свое искусство танца, и искусство песни. Ну, немножечко изжило из себя это мероприятие, как общегородское, но на районном уровне оно осталось. И сейчас многие с удовольствием проводят совместно с администрациями районов это мероприятие, очень нравится и ребятам участвовать, и ветераны приходят. А музыкальное сопровождение какое? Вот я сразу вспоминаю вот эти песни военных лет, и вот эта картинка, да, когда вот танцевали, уже сейчас пожилые пары, вот танцуют обычно. Вы знаете, там звучат и оркестры, есть и духовые у нас оркестры, которые, конечно, бывает просто музыкальное сопровождение, фонограммы, вот, но бывают и оркестры, и ребята еще мало того, что, значит, разучивают танцы, одеваются в стиле, вот, эпохи времен войны. А самое, конечно, ну вот, солдатская каша в конце, все с удовольствием едят. А в танцах мы принимаем, конечно, к участию и ветеранов, и каких-то пожилых жителей, просто жителей города. Все с удовольствием в этом мероприятии участвуют. И это тоже, вот, как вы уже говорили, такое некое единение вот в этом воспоминаниях о войне. И даже семья здесь объединяется, да? До какой степени вот разрозненные бывают семьи и дети в своем кругу, там, детском, во дворе, родители сами по себе рабочие, там, коллективы и так далее. А здесь, если есть задание написать стихотворение, семья-то объединяется. Главное, не устаю повторять, что знания, должны быть знания. Будут знания, будет и любовь. Когда мы говорим о патриотизме, и звучит какой-то такой пафос, да, без знаний. А когда ты знаешь о своей семье, что твой дедушка, прадедушка шел, воевал, у него есть награды, может быть, ранение, это совсем другое. Анастасия, вот когда вы участвовали в таких вот парадах, есть у нас такая акция, Всероссийская, Бессмертный полк, вы принимали в ней участие или нет? Ну, я чисто физически не могу там принять участие, потому что в это время идет параллельно как бы прохождение коробок, и я участвую там каждый год. А если бы принимали, у вас есть тот человек в семье, историю которого вы знаете, и могли бы рассказать? Да, по бабушкиной линии у меня есть прадедушка, то есть это ее папа, которого зовут Сергеев Андрей Васильевич. Он ушел на войну молодым, прошел всю войну, он воевал на Курской дуге в 43-м году, он прошел достойно это испытание, но, к сожалению, потом его забрали в плен немцы, и до конца войны он пробыл там. Но, к счастью, он вернулся домой целым, война не оставила на нем каких-то очень серьезных физических ран, но, к сожалению, он заболел, и умер. Ну, говорят, вот, вы говорите, у меня прямо мурашки по коже, потому что Курская дуга, это вот такое событие, вот, величайший страх, и при этом вот какой-то, и плюс плен, ну, это, конечно, да. Тяжело. И когда говорят, что не оставила физически, да, вот, ранений, но я знаю, что ветераны не любят говорить о войне, и для них это вот даже не физические ранения страшные, вот это вот, вот это весь боль и ужас, вот эта трагедия, которая произошла. Вот совершенно недавно слушала воспоминания Сокурова, который работал нашего Александра Сокурова, режиссер, он работал над этой темой, и он сам участвовал, когда при съемках сидел где-то в окопах, и говорит, это вот не то, что там героизм, крики, под крики «ура», там еще другие, там бегут, это, говорит, просто страх, ужас, испытание, это самое дно страха, когда человек испытывает себя, и вот после войны, конечно, входят люди совершенно другими. И у нас есть еще традиция, переходя вот к нашим образовательным, вот этим воспитательным формам, пост номер один. Мне кажется, вот она не так давно возникла в Самаре. Вы знаете, эта традиция зародилась в 1978 году. Вот, но, наверное, она зародилась недавно, да? А потом на какое-то время она прерывалась, по-моему, лет 14, и с 2004 года, к счастью, эта традиция идет, движение ширится. У истоков поста номер один стояла 132-я школа, 170-я, 95-я школа, и вот на эти три школы мы всегда опирались, когда нужно было нести вот эту почетную караульную службу на посту номер один. И ребятам шилась форма, закупалась форма. Но как бы пришел такой момент, когда многие другие захотели принять в этом участие. То есть это почетная такая миссия, да, получается? Это почетная. То есть это не только лучшие школы. В лучших школах самым лучшим дается такое право. И вот сейчас у нас перекличка постов номер один, такое мероприятие в городе существует, когда могут подавать школы заявки на участие в том, чтобы в праздничные дни стоять на посту номер один. Они подают эти заявки, и когда, ну, простые дни, так скажем, когда не так много народу, они показывают свои навыки. И уже вот определенная у нас есть, как бы, комиссия такая, люди, они вот смотрят, отбирают, смотрят их подготовку, форму и так далее, и тому подобное. У нас сейчас уже на данный момент очень много ребят, которые стоят на посту номер один, и которые еще желают, и заявки свои подают. А если перейти к самому дню 9 мая, то как он будет выглядеть с точки зрения участия школьников и педагогов? Вот где мы их можем увидеть, их участие, как оно будет проявляться? Вот именно 9 мая. Мы говорили про предварительных. 9 мая с 9 часов утра и до 4 часов будет осуществляться несение почетной караульной службы на посту номер один. У нас принимают участие 3 школы. Кстати, если про это говорить, то у нас есть Центр экологии детства, который является вот так центром за тавтологию, извините, вот этого движения. И у них там тоже есть музей по посту номер один, поэтому они вот за это несут ответственность. Это первый, пост номер один. И второе, наши учащиеся ряда школ будут принимать участие в составе исторической части парада. И пройдут трое вместе с военнослужащими. Вот, они долго тренировались, прошли большой отбор. Был парад Калашникова. Кое-кого и не отобрали, потому что они не научились хорошо маршировать. Но в составе этих коробок будут кадеты, юноармейцы, военно-патриотические объединения. Понятно. Вот кадеты как раз задействованы в этом. Как, Оксана Викторовна, перед последними буквально дни, чем наполнена ваша работа, что происходит в школе, чем лично вы занимаетесь? Наша работа наполнена в первую очередь учебой, а во вторую очередь строевой подготовкой. Потому что, конечно, умение не просто хорошо маршировать, а хорошо маршировать, как Настя сказала правильно, в коробке, то есть вместе, это достаточно сложное искусство, которым не обладать без многодневной, многодневной, многодневных тренировок. Поэтому мы, тем более, что не только, например, 11-10 классники идут в этом строю. Это ребята из разных классов, а поскольку девочек у нас в школе меньшинство, очень, очень меньшинство, всего 15% девочек. Ну, повезло девчонкам. Да. Потому что везде большинство, а здесь большинство. Поэтому девочек, чтобы мне было, но получается у них все очень неплохо, то берем мы девочек чуть ли не с 6-го класса. То есть с 6-го по 11-й класс получается участвуют в параде. Ну, а среди мальчиков конкуренция, конечно, более жестокая, сами понимаете, потому что количество их больше. Так и нужно, наверное, чтобы они действительно проходили. Ну, у нас вот одновременно прохождение по площади Куйбышева и Пост, поэтому я думаю, что все достойные найдут себе применение на вот таких каких-то важных моментах празднования 9-го мая. вот не массовость, да, вот лишь бы вот пришли люди и прошли, а вот именно отбор, вот это желание быть лучшим. Борьба вот за это, вот понимаете, ребят хотят быть лучшими. И это именно воспитание есть. Вот именно это и... Потому что... Как бы, вы знаете, в преддверии 9-го мая очень много мероприятий проходит на площади Славы. Вот сегодня состоялось возложение цветов к вечному огню Игорь Рельефу скорбящей матери Родины, и у нас там принимало около 400 ребят участия из различных школ, возлагали цветы, также еще 8-го числа школьники Самары будут принимать участие в возложении цветов. Вместе с тем, у нас порядка 98 мемориальных объектов, это таблички, стеллы и все прочие вот, как бы, такие мемориальные объекты, которые ребята содержат в порядке и приводят после зимы в порядок. Где-то подкрасить, где-то помыть, где-то убрать рядом территорию. Вот эту вот большую работу, то, конечно, благодаря директорам образовательных учреждений она вот у них на контроле, и мы ее проводим. И даже общественники вносят такую инициативу, чтобы вот к этим местам памятным, где вот этот дом, где жил ветеран, там устанавливают для цветов такие специальные подставки, потому что иногда даже некуда цветы положить. То есть вот подключаются действительно разные поколения, что радует всегда, когда вот объединяются люди. Оксана Викторовна, хотел у вас поинтересоваться, как быть руководителем такой школы, с такой спецификой, и ваша подготовка к этому, какое у вас образование? Мне кажется, что у вас что-то есть тоже специфическое. Не педагогическое образование. Не педагогическое. А еще вот с этим связано, что-то есть. Нет, с военным ничего не связывает. Так случилось. Так вы прониклись, и вот что это вот... Так получилось в жизни. Оксана Викторовна работала за очень повоспитательной работе. Да, а изначально старшей пионерской вожатой. И сама в свое время, вдалекое, про которое говорила Марина Анатольевна, стояла на посту номер один около монумента... Это вот как раз 70-й, наверное, Славы. Да, да, да. Сама там тоже стояла. И я хочу сказать, что условия несения караульной службы тогда были более жесткие, нежели сейчас. Поэтому... Ну, а вообще мне очень нравится вот этот... Я же не могу сказать, что у нас военный полностью уклад. Все-таки у нас общая образовательная школа. А кадетская – это скорее определенная воспитательная система, которая несет в себе вот именно элементы кадетского воспитания, начиная с этикета и заканчивая специфическими какими-то предметами, тактическими подготовками, оружием, строевыми и так далее. Вот как раз, Анастасия, можно спросить, связываете ли вы свое будущее вот с тем, что вам... что вы получили в этой школе кадет, либо это будет что-то принципиально совершенно другое. Ну, я сейчас в 11-м классе, как раз планирую поступать в медицинский, но на военную кафедру, то есть я не могла определиться, врач или военный, поэтому решила совместить. И все-таки, да. Потому что я не смогу просто это забыть. 11 лет учебы в кадетской школе тоже отложили на себя, на меня отпечаток. Вот. Вот это очень хороший показатель, когда учащиеся идут по этому пути, значит, все было сделано правильно, да. Вот вы сказали, Мария Анатольевна, что музеи упомянули, мне кажется, вот в наших школах это очень важная такая составляющая, патриотическое воспитание. Была в 90-й школе, как-то вот проводили мы там съемку, прониклась буквально до глубины души, это музей, посвященный Сталинграду, с каким трепетом дети ставили спектакли, выживались в роли блокадников. Вот удивительная история, мне кажется, это вот очень важная часть. И я хотела спросить, именно к 9 мая работа музеев как-то будет активизироваться? У нас работа музеев никогда не прекращается, она всегда активизирована. 102 школьных музея, из них больше половины боевой и трудовой славы. Где-то, наверное, 34 у нас военно-патриотических отряда, 55 школ носят имена героев, героев Советского Союза, героев войны, героев локальных войн. Конечно, все это в музеях школьных отражается. Есть экспозиции, стенды посвященные, и постоянно экспозиции обновляются. Посвящено ли это Сталинградской битве и как, где эти участники там, например, воевали. Большое внимание, конечно, уделяется развитию музейного дела. И, вы знаете, если посмотреть, вот там все-таки руководителями музеев у нас являются, ну, достаточно, не везде, конечно, но вот в основном в своей массе такие люди, которые увлечены своим делом, которые преданы своему делу. Они знают каждый уголок, каждую буковку, они знают все, что у них хранится в музее и в их запасниках. И поэтому это очень интересно. Смена экспозиции, постоянно что-то новое. В музеях проходят у нас и уроки мужества, и уроки боевой славы, и какие-то такие мероприятия, которые в рамках музея можно провести. Это большое подспорье в нашей воспитательной работе. Да, почему музеи? Потому что именно они связывают вот эту историю, и там можно прикоснуться на самом деле к истории. Я благодарю вас за участие в программе, за то, что вы делаете, за то, что действительно воспитывается молодежь вот не просто вот громкими лозунгами и словами, да, а вот именно делом. С наступающим праздником, всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова